Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Как я уже говорила, все садоводы и огородники зашевелились, всем хочется скорее приступить к посевам или хотя бы что-то поделать, что связано с огородом. И сегодня важная тема лунный календарь, потому что мне постоянно начали приходить вопросы, сообщения, соблюдаю ли я лунный календарь. И когда я отвечаю, что нет, не соблюдаю, я сею каждый день, потому что у меня большие объемы, а в лунном календаре благоприятных дней мало, я объясню, почему и каким правилам я все-таки придерживаюсь. Потому что я соблюдаю правила никогда не сеять в запрещенные дни, которые конкретно красные, новолуние и полнолуние, и не сею никогда, когда у меня плохое настроение. Вот два правила. Не надо с плохим настроением браться за это дело, и не надо сеять все-таки в полнолуние и в новолуние. Это стопроцентно запрещенные дни. Остальные, как везде пишут, что можете сеять, можете не сеять, какие-то дни более благоприятные, какие-то менее, но все-таки они не запрещены. Вот сегодня я купила новый календарь, но я покупаю именно для жителей Алтайского края. И старый сняла, и сейчас вам расскажу, я вот уже сделала небольшую заметку, написала в Одноклассниках, как выбрать хороший посевной день, даже если вы не знаете лунного календаря. Я вот делаю так, я откидываю запрещенные дни. Вот смотрю, например, мне нужен январь. В январе у нас было два периода, когда нельзя сеять абсолютно. Это новолуние, полнолуние. Первое было в начале месяца второго, последнее, ну второе будет 31-го. Значит, согласно моим правилам, я не сею 31-го, мне нельзя, и откидываю один день до и один после, и 30-го. Значит, 28-го и 29-го января я вполне могу посеять свои перцы и баклажаны для теплицы, потому что это незапрещенные дни. Теперь я загляну в календарь и посмотрю, какие это дни, которые я выбрала, на самом деле хорошие или нет. Вот написано, баклажаны, перцы и томаты мы можем сеять в период с 20-го по 29-е января. Но указано для теплиц, потому что когда я назвала вот свой срок посева, все начали писать, ой, это очень рано, она перерастет. Но для теплиц это нормальный срок. Или в конце января, или в начале февраля. Иначе перцы и баклажаны могут не успеть дозреть. Вот, раз по календарю это хороший день, 28-е и 29-е, и по моим подсчетам это тоже неплохой день, значит в этот день, 28-го, 29-го января, я посею первую небольшую партию перцев и баклажанов, которые я буду выращивать впоследствии в теплице. Вы можете посмотреть календарь, можете не смотреть календарь. Просто видите, что 31-го у нас единственный остался неблагоприятный день, где он, а, вот он, 31-е января. Остальные все дни до этого сеять можно, потому что не у каждого получается именно вот в тот день, который благоприятный попасть. Для тех, у кого нет вот такого календаря, я всегда вешаю настенный, настенный, вернее, вот этот календарь лунный, но не для того, чтобы вот точно следовать всем-всем-всем здесь инструкциям, а просто для того, чтобы посмотреть, не красный ли день, все, полнолуние откидываем, остальные все дни используем. Сейчас общие правила я вам зачитаю, для того, чтобы у кого-то, может быть, нет времени, нет календаря самого. Вот свежий сегодняшний календарь я сейчас вам зачту. Очевидно, что не всегда есть возможность заняться садовыми работами в указанные дни лунного календаря. И в таком случае можно сеять или заниматься пересадками и в другие дни, но обязательно учитывать, что в дни новолуния и полнолуния никакими огородными и садовыми работами заниматься нельзя. Не стоит сеять семена или высаживать рассаду в те дни, когда луна находится в знаках водолея и льва, но это каждый сложно определить, я этому не придерживаюсь. Дальше. В дни, когда луна переходит из одного знака загдиака в другой, а также не стоит сеять, ничего, растения не будут полноценно развиваться. Это под вопросом пункт. Для тех, кто не слишком озадачивается конкретными датами и временем, уточним общие правила посадок относительно фаз луны. Корнеплоды, свекла, морковь, пастернак, селетерей, картофель, репа, редька, брюква необходимо сажать в дни, когда луна убывает. Плодовые томат, баклажан, перцы и листовые салат, капуста, укроп необходимо высевать в дни, когда луна прибавляет растущая. В случае же посева семян на рассаду в закрытом грунте в теплице правило несколько иное. Плодовые и листовые высеваем на рассаду в дни растущей луны, пикируем на убывающую, а высаживаем в грунт снова на растущую. Если планируется высадка рассады в грунт без пикировки, тогда высевать на рассаду необходимо в дни убывающей луны, а высаживать в грунт в дни растущей. Корнеплоды же наоборот. Высеваем в дни убывающей луны, пикируем в дни растущей, а высаживаем в грунт на убывающую луну. Без пикировки высеваем на растущую. Вот я дочитывать дальше не буду, я уже сама даже запуталась в этих. Я вот этого ничего не соблюдаю, для меня лес густой. Я считаю, что начинающим садоводам-огородникам голову зубивать вот этими лишними не стоит. Это очень большой объем информации, вы и так запутаетесь. Тут написано еще, определяя с днем посева, сначала просчитайте, когда вам нужно сеять, учитывая сроки роста рассады, ее высадки, климатические условия, а только потом выбирайте ближайший благоприятный день для сева и других работ в саду. Вот это я согласна. И одним из важных советов, на которые следует обратить внимание всех садоводов и огородников, за 12 часов до наступления новолуния и полнолуния, а также 12 часов после их наступления, не следует сажать или сеять какие бы культуры. Все потому, что растения в данный период времени довольно уязвимы. Вот это я соблюдаю, как я вам говорила. Короче, если подытожить, самое главное, если вы, ну некогда вам или вы не можете вот все это запомнить, это запомнить очень сложно, на растущую, на убывающую. Самое главное, вот у нас есть неблагоприятные дни, в этот день не надо категорически не сейти, за день до него и за день после, все. Я вот придерживаюсь этого правила, и у меня всегда хорошая рассада, хороший урожай. Ну мне кажется, что даже главнее вот схемы посадки по лунному календарю, то как посадить, нужно подойти, выбрать, ну как не то, что выбрать, а чтобы у вас был хороший настрой. Когда вы с хорошим настроением, с душой произведете вот эти посевы, даже если не по лунному календарю, у вас все вырастет прекрасно. Главное, не надо сеять, когда вы на кого-то злитесь, вы расстроены, когда еще какое-то у вас, ну такое унылое какое-то состояние, лучше отложите на другой день. Это я уже по своему опыту знаю. Когда тебе хочется самому посеять, когда ты с душой посеешь, они прям тянутся, сразу всходят, хорошо растут, и кажется, что они вот с каким, ну короче как, с каким настроением посеете, такие у вас и будут растения. Все. С вами была Ольга Чернова. Кто хочет сеять по лунному календарю, можете все эти правила прочитать, уяснить или запомнить, не знаю. Но мне кажется, для начинающих достаточно выбросить из посевных дней полнолуние, новолуние и все. А остальное, все будет прекрасно. Всем желаю вам хорошего урожая. С вами была Ольга Чернова. Будет много видеороликов обучающих. Следите за моими выпусками. Будем сеять не только по правилам, но как, не только по писанным правилам, но исходя из своего опыта. Все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok